Субтитры сделал DimaTorzok 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 А я думал, форт новый без его надо было выстроить DimaTorzok 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 Тихо, тихо, тихо. Будем знакомиться. Моя фамилия Бут Иван Иванович, я инженер Портовик. Служил в военном флоте, затем строил портовые сооружения на южном побережье Крыма, а также в Новороссийске, Туапсе, Батуми. Извините, а вам на севере строить не доводилось? Нет, не доводилось. Да, не Крым у нас. Что и говорить, не Крым. Море везде, море, порт везде, порт. Не скажите. Как ваша фамилия? Харитонов Федор Максимович, бригадир подрывников. Не люблю, когда меня перебивают. Не скрою, мое назначение суда было для меня неожиданным. Тем не менее... Извините, а Александр Павлович, стало быть, не приедет? Нет, он нездоров. Ах ты беда. Душевный человек Александр Павлович. Мы с ним бывало в бухте Тикси. Тем не менее, приказ есть приказ, и я согласился принять эту стройку. Да. А мы думали, Александр Павлович приедет. Нет, слушок был. Мы с Александром Павловичем еще... Я же объяснил вам, он не приедет. Прислали меня? Ну что ж, милости просим. Нам все одно, лишь бы человек. Надеюсь, сработаемся. Да, мой бог. Прораб Грохот. Все. Прошу в дальнейшем приходить на работу в форме, как положено. А сейчас засединить по углице. Да у нас на Севере... Вы тут руководили стройкой? Я. Впрочем, мы с инженером Павловичем Казаковым. На коллективных, так сказать, началах... Да, на коллективных началах хорошо вечеринки устраивать в складчину, а не стройкой руководить. Должен сказать, что начали выстроить плохо, из рук вон. План сорван, время упущено. Придется наверстывать. Перед нами стоит трудная задача. Мы должны построить порт. А мы думали, сортир. Начальник. Как ваша фамилия? Как фамилия? Баба! Прошу говорить по одному. Не слушайте, Иван Иванович. Глупый человек глупое слово сказал. Мы затем сюда и пришли. Нечего разговаривать. Работать надо. Мы к работе привыкшие. Затем и приехали. Не за длинным рублем приехали. Строить мы согласны. На меньше болтовни. Дело показать надо. О том мы согласны. Что говорить? Ясно? Он пьяный. Давай. У кого спирт? У меня. Как ваша фамилия? Сопрыка. Заведую хозяйством, но спирт выдаю. И это подчеркиваю только с разрешения Степана Емельяновича. Спирт сдать немедленно. Слушаюсь. Кому? Врачу. Врач есть здесь. Да, это я. Как ваша фамилия? Ольга Васильевна Навродская. Здравствуйте. Прошу принять спирт из завхоза. Увольте, голубчик, не могу. Все знают мой чувствительный характер. Не могу. При чем здесь характер? Чувствительный человек словно безоружный среди хорошо вооруженных. Что вы сказали? Это не я. Это Б. Ауэрбах сказал. Он умер, он был философ. Что с вами, девушка? Простите, мне вспомнился фарс очень смешной. Вы кто будете? Я буду инженер-гидролог Елена Музыченко с вашего разрешения. Это вы делали промеры бухт? Да, я. Вы настояли на том, что порт построили именно здесь, на острове? Да, я. Я смотрел ваши промеры, они сделаны добросовестно. Странно, я почему-то думал, что Музыченко мужчина. Жалею, что разочаровала вас. Дел много, людей мало, очень мало. Через год сюда придет новая партия рабочих. Мы должны подготовить им широкий фронт работы и прежде всего причалы. Досадно, что беспорядки. Придется работать день и ночь, в любую погоду. 40 метров причала к навигации, кровь с носу. Мы должны это сделать, обязаны. Да, вот тебе и начальник. Это ты мне человеческое слово скажи, если ты начальник. Обматери меня, но обматери любя. Вырчит, вырчит и весь этот разговор. А я скажу, братцы, нам как раз нужен железный человек. Распустились мы. Дальше ехать некуда. Тронная речь нового калифа была устрашающая. Да, голубчик, как раз то, что я не чувствую. Теперь, как же я себя понимать должен? Мертвый я теперь человек. Держись за меня, совось, не пропадя. Сердце язык делай. А спирт, спирт, доктор что отдал, а? Как же теперь понимать начальника? Умный он или дурак? Золотой он для нас человек. Вот как его понимать надо. Что-то я не приметил золото. Что-то не блеснул золото. Ты на его зайчим глазом смотрел. Сусеник. Большая игра у нас с ним пойдет. Товарищ, можно вас на минуточку? Большая игра. С чего же? Мне нужны молоток и гвозди. Найдутся? А как не найчись? Чего прибиваться, говорите? Вот это вот. Это что такое? Конорейка. Зачем это вам? Я в чьих птиц люблю. Ну да, конечно. Каждому своё. Ну, коли так. Миша, куда тебя? Завезли, птичка. Что за народ на стройке? Чего ж? Я спрашиваю, что за народ на стройке? Краснообразный народ. И всё-таки? Всякие люди. Всего-то на зимовке человек пятьдесят, а люди всякие на любой коле рва. Какой? Надобно. Какие есть. Других взять неоткуда. А это точно. Это вы правильное слово сказали. Ниоткуда. Вот какие есть, ни этих прогнать, ни других взять. Какие есть, с этими вам, Иван Иванович, и порт строить. Всё-таки какие есть? Так всякие люди есть. Есть просто любопытствующие, есть до длинного рубля жадные, есть до любой работы охочие. Всякие люди есть. А вы какой человек? Я равнодушный человек. Равнодушных людей не люблю. Будто. А мне так кажется, что вы тоже равнодушный человек. Вот когда первый раз вас увидел, казалось, мне непонятный человек, а потом присмотрелся и вижу, служащий вы человек, служащий и больше ничего. Все мы служащие. Весь вопрос в том, кто кому служит. Вы кому служите? Я никому. Я равнодушный человек. Людей на стройку Грохот набирал? Он. И вас Грохот пригласил? Мы вместе приехали. Он не коммунист? Нет, мы беспартийные. Давно знаете Грохот? Степана? Да нет, недавно. Лет тридцать. Неужто тридцать? Точно тридцать лет. А будто вчера. Боже-то похоже на... И на Камчатке были, и на Чукотке золото мыли, а фарт пропивали. В Благовещенске или в Иркутске. Сегодня миллионщики, завтра нищие. Но и всегда бродяги. И всегда бродяги. Это не хорошо, когда человек бродяга. Бродяга не определенный человек. А я люблю определенных людей. Я люблю, когда человек окает. Значит, он волгарь или экает. Значит, он украинец. Такому человеку можно верить. У него родина, корни есть. В бродяге верить нельзя. А мы веры не требуем. Чуть чего, так мешок за плечи и ай да. Вольница, да? Ну, легко так жить просто. А я вот невольный человек. Мне сказали, север, хорошо, север. Стройка трудная, хорошо, стройка трудная. Я привык подчиняться, но требую, чтобы мне подчинялись. Ну что ж, коли мы вам не понравимся, или вы нам не понравитесь, так расстаться недолго. Это вы запомните, товарищ начальник. Могу идти? Ваше имели Харитонов Седд Максимович? Так точно. Вы бригадир подрывников? И это верно. У вас отличная память, товарищ начальник. Идите. Позовите ко мне Музыченко, Казакова и Грохта. Есть. Звали? Да. А где Казаков? Сейчас найдут его. Птичка. 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 Птичка любитель. Ну-ну. Нехорошо вы, Иван Иванович, начали. Да, вы считаете? Да. Народ напужали, нарастревожили. Ну, конечно, по незнанию оно может так и показаться. Я начальник, хозяин, всему живому и мертвому владыка. Только ежели так разобраться, начальник зимовки самый зависимый человек. Он от людей зависит. На острове мы живем, лед кругом, лед, лед. Да, да, лед, лед. А вот меня вы при людях оконфузили. Мне на это, конечно, наплевать, меня народ знает. Только вам же нехорошо. Я вам на предбудущее говорю. Пропадете вы без меня. Да, пропаду? Непременно. И Пал Иванович инженер пропал бы, выручал я его. Вы ведь с севера не знаете? Нет, не знаю. Климата нашего, порядков, обычаев не знаете. Лесу, к примеру, мало для стройки завезли. И где взять лес? Ведь лед кругом, тундра. Я найду. Вы про плавник-то, к примеру, понятия имеете? Вас Степан Емельянович зовут? Точно так, Степан Емельянович. Его прорабом здесь. Точно так. В случае чего ваши знания будут использованы, я учту все это. Учту. Сейчас попрошу вас заняться своими непосредственными обязанностями. Имею сведения на стройке беспорядки. Взыскивать буду с вас. Строго. Предупреждаю. Спасибо. Большое спасибо. Слушаюсь. Зовите Казакова Музыченко. Спасибо. Слушаюсь. Большое спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Можно? Да, пожалуйста. Был неприятный разговор? Нет, ничего. Проходите, садитесь. Спасибо. Ну как, устроились хорошо? Нормально. Надеюсь, вы понимаете, что моя требовательность имеет основания. Понимаю. Мне поручена стройка трудная и неожиданная, к тому же план сорван. Ну так вы же знаете обстоятельства? Да, обстоятельства. Авария. Мне говорили, какая тут у вас авария. Авария, это значит нераспорядительность! Мы высадились здесь, на почти пустом берегу. Ни жилья, ни базы. Мы перегрузили всё с ледокола на баржу. Ледокол ушёл, а... Да, баржа утонула. Да, утонула. Нам оставалось сесть на попутный пароход и уехать. И вы не уехали. Нет. Мы не уехали. Мы решили спасти, спасти всё. Да наши водолазы, золотые ребята, им цены нету. Тот же Степан Грохот, он же люд в работе. Да Фёдор, Харитонов, да все женщины, старики работали сутками в ледяной воде. Без горячей пищи и жилья. И спасли всё. Каждая железная деталь была протёрта. Мы жили тогда в палатках. Это страшно вспомнить, но никто не жаловался. А вот сейчас я разговариваю с вами в жилом помещении, и порт можно строить. И вы ещё обвиняете нас? Романтично всё. Это и даже героично. Надо было просто надёжнее заякорить боржу, и не было бы никакого героизма. И три месяца не пропали бы зря. Почему вы такой, Иван Иванович? Какой я? Но вы же не такой, каким почему-то решили показаться нам. Не надо, давайте ближе к делу. Самое главное дело это люди. Да, люди. Я возьмусь за людей, круто возьму, ж вы не обижайтесь. А круто-то зачем? Степана Грохота я себе в наставники не возьму и никому не позволю мною, как пешкой руководить, я вас всех заставлю работать. Работать, а не переживать. А почему вы думаете, что нас надо заставлять работать? Вы что же думаете сами, мы не хотим построить? Не хотим. Любим, не любим, это всё билетристика. Должны, обязаны. Вот мужские слова. Это хорошие слова. А должных хочу, вот это сочетание лучше. В общем так, Иван Иванович, у нас с вами вся зима впереди. Я думаю, мы сумеем поближе узнать друг друга, понять. Я завтра соберу партсобрания, коммунистов у нас, правда, маловато, но все ребята хорошие. Вы нам о своих планах расскажете, а мы вам что-нибудь присоветуем. Ну что же, партургом здесь? Вроде бы. Соберите народ, я приду. Надеюсь. Вроде бы. Принимаете гости, начальник? Нет? Да, пожалуйста. Удачи в охоте и счастливой зимовке. Да, проходите. И то, взойду. Собачек начальник я твоим определил. Ничего, ничего, хорошо им. А это что? Батюшки свят, птичка. Постой, дай их поглядеть, забыл, как название ей. Киночка? Да, да, канарейка. Видишь ты, канарейка. И живет. Вот и я говорю, живет. Да петь-то уж, наверное, не поет. Нет, петь не поет. Разве тут запоешь. Карпухин с Полунии, может, слыхали? Нет, не слыхал. Да, ну ничего, ничего, соседи будем. Нерпишки не стало. Совсем нет нерпишки, хоть что. Вот и надумал, не у промысля у вас. Мне ведь немного и надо. Патронишков кружится немного, а? Обстрелялся я, совсем нечем стрелять стало. Вот что нужно. Начальник, сделай милость, разведи ты нас. Разведи ты нас с ним, сил моих нет. Дурак же ты, Семка, как я на тебя погляжу. И что это он? Разведи, дурак. Разведи ты нас, не выдержу я. Бьет. Больно. Я тебя, начальник, спросить хотел, имеет он полное право меня бить? Не имеет. А, значит, нет такого права, чтоб драться. Нет такого права. Я ему давно говорил, давай поедем, давай людей спросим. Не хотел. Ну тогда я собак взял, говорю, сам поеду. Он, конечно, драться опять. Но тут же я не выдержал. Начальник, ты разведи, а? Долго ли до греха-то? Дурачок. Ты разведи. Ну форменный дурачок. Я ведь его только так поучить. Он ведь сам, видите, дурачок. Учил. Малахольный. Непутёвому ты меня учил. Я ему говорю, разве что-то велено, чтоб песца стряхни нам травить. Как бы нам за это в ответе не быть. А он, говорит, ты, дурак, Сёмка. Пахарь, говорит, ты. Тут тебе не колхоз не посеял, а жни. Медвежий край по медвежьей жить. Северный эпизодик. Вот чему ты меня учил, Пантелей Иванович. Ну сколько же вы там жили вдвоём? Третий год живём, как звери в берлоге. Чего ж ты его не убил? Убивать-то не полагается. Как же человека убить? Ничего, побледнели, Карпухин. А? Смотри на него, он трус. Трус. Ты что, труса боялся? А вы бы убили? Вы. Хорошо, идите, я разберусь в этом вопросе. Вот и чувствительно вам благодарен. Разберитесь, будьте столь любезны. Я тебя, начальник, такую лису поймал. Хорошо, идите. Такую лису. Я привёз чертежи, утверждённые главным управлением. Вы здесь строили убыточно по вдохновению. Вот я смотрел ваши отчёты. Если их, конечно, можно так назвать, отчёты. Один кубометр скального грунта у вас стоил на 87 рублей 42 копейки дороже установленного. Боже мой, рубли, копейки. Разве в этом дело? Да, в этом. Копейку государственный счёт любит. Как задует хороший нардяга, все эти рубли копейки в трубу выдует. Нет, ругать нас легко, а строят здесь, на севере. Подойдите к чертежам, пожалуйста. А ну-ка вы, птичка. А ну-ка, спой-ка. А, не хочется? Не сладко? То-то. А ты ведь сдохнешь, птичка. Сдохнешь. Врёшь, не перезимуешь, нет. Сдохнешь. Сдохнешь, сдохнешь. По всему побережью морозная погода без ветря. Температура воздуха в Анкареме 38 градусов мороза. В Анадыре 36. В Хуэлене 35 градусов. На Масушайтанском 41 градус. В Раеме 39 градусов ниже нуля. Woof. Сдохнешь. tribа house. БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕД Я сейчас разбужу всех. В одну минуту. Сегодня воскресенье, Иван Иванович. И вчера заморозились все. Сами знаете. Но я сейчас всех разбужу в одну минуту. Надо никого будет. Все давно проснулись. Ой, так вы один будете кушать, а? Чего не было гонга к завтракам. А, сейчас. Какие у нас люди стали правы, даже совестно. С добрым утром и хорошей погодой, гражданин начальник. Разрешите сесть. Разрешите сесть. Спасибо. Всё. Чего? Вам что? Да нет ничего. Метель то! Метель унялась! А скажите намелс! Вот природа и та. Ну что природа? Да нет, ничего. Я относительно метеля. Относительно судьбы своей так же хотелось полюбопытствовать. А именно? Скучаю я. Вместо того, чтобы скучать, исправнее за собаками глядели, смотреть на них противно. А что на собаку глядеть? Собака не барышня. Я вам сказал, что на промысл вас не пущу. Вы не годитесь для промысла. Зря, однако, Иван Иванович. Зря пренебрегаете. Я ведь сочувствую вам. Один, может быть, среди всех и сочувствую. В нашем сочувствии не нуждаюсь. Нуждаетесь, нуждаетесь. Одинок вы человек, Иван Иванович. Волки и то стои бегают. А вы один. Все один. Не любят вас, Иван Иванович, люди. Не любят, что поделаешь. Это я вам досконально. Если угодно всю их организацию, компанию, шайку-лейку могу с потрохами на блюдечке. Скомандуйте только. И о Харитонове Федоре Максимовиче осведомлен. И об Ольге Васильевне Навродской имею фактики. Прикажите только. Доброе утро. Как почивать, извольте? А я не спал. Я уже три ночи не сплю. Ай-яй-яй, скажите на милость. Когда ужасы жизни превышают ужасы смерти, человек кладет конец своей жизни. Глупости все говорите. Нет, не глупости, товарищ начальник. Не глупости. Когда мы страдаем телесно, говорит философ Артур Шопенгауэр, мы равнодушны ко всем прочим горестям. Но сильные душевные муки, имейте в виду, товарищ начальник, заставляют нас забыть о телесных. Мы их презираем. Это Артур Шопенгауэр сказал. И позвольте присогу купить от себя, товарищ начальник, что я не убоюсь веревки и цианистого калия, даже головой в майну. Господи, ну что вы говорите, Евгений Петрович? Отчаянно вы говорите. Товарищ начальник, отмените приказ. Отмените приказ, товарищ начальник. Ведь смеяться же будут над вами. Вы что думаете, что мне выговор дали, да? Вы всю Арктику припечатали. Где-нибудь на острове уединения или на мысе желания. Это беспорядок. Нарушение дисциплины. Ну ведь не Москва же у нас, не Москва, не Питер, не Сочи, других развлечений-то нет, товарищ начальник. Извольте быть, как полагается, радистом, а не Шутом Гороховым. Ну вот такой я веселый человек. Вот веселый я человек и работать люблю весело. Ну, товарищ начальник, ну отмените приказ. Ну отмените приказ, товарищ начальник. Значит, без жалости. Убийца. Убийца. Евгений Петрович. Евгений Петрович. Неужто решились? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ведь это большое дело. Только не вздумай там отравиться или утопиться, за несчастный случай вернут. Нет, ты вешайся, вешайся, вешайся. Что такое? Ведь ежели вы всерьез повеситесь, ему-то узурпатору отвечать придется. Вы что, с ума сошли? Вешаться. Вот еще новости. Неблагородно вы поступаете, Ольга Васильевна. Даже совестно. Голубчик, от его взгляда молоко скисает. А что вы тут входите? Входите, циклон прошел. С добрым утром. Доброе утро, доброе утро. Чем нас угощают? И с победой возвращались в наши галочки. С добрым утром, граждане. Доброе утро. Здравствуйте, Людмила. Что-то вы давненько, давненько забывать настали. Стоятельство. Какая сильная. Здравствуйте, здорово. Здравствуйте. Благодарствую. Приятного аппетита, граждане. Благодарствую. Ох, Венечка. Ай, хорошо. Держи, бродя. Приветствую вас, Стивана Венеевна. Моя подстаянка. С нами, пожалуйста. Благодарствую нет. Мы уже с рабочим классом. Ничего, еще разок с нами. Не-не-не, мы уже закусили. У вас просто вот просим. Нет, пожалуйста, не просите. Не обижайте. Мы свое место. Нет, мы знаем. Что же вы сходим с вами? Что же такое? Нет-нет-нет, вот сюда, Степан Емельянович. Вот сюда, прошу вас. Степан Емельянович, на какое же ты место посадитесь? Да ничего, Ксюша. Не просижу место. Останется. Чайку, пожалуйста, горяченькую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, деликатесы, яким непривычных. Это не деликатес, лекарства. Вообще, вы пренебрегаете своим здоровьем, Степан Емельянович. Вот я вам сейчас коксю-коксю в чай налью, противоцинготный, витамин С. Слышь, Федор, бродя, доктор боится, что мы зацинжаем. Все же видели, Ольга Васильевна, чтоб волки да цинговарь болели. Ну, конечно, ежели бы ради воскресенечка сегодня, так сказать. Как, что? А что? Ну, я говорю, что? А что? Я спрошу, что? Нет, 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 оставьте, оставьте. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, такой человек. Ольга Васильевна, ну, не могу, не могу, даже не говорите о чём. Ольга Васильевна, ну, минимально. Ты что сделаешь? Да у меня чувствительный характер. Волки, сырое мясо едят. Держите. Что ж врачу-то делать в Арктике? СНГ нет. Все здоровые. Зато рожать больше стали. То ли климат в Арктике переменился, то ли бабам взбесили. Рожаю. О, хорошо так. Спасибо. Красивая у вас профессия, Ольга Васильевна. За ваше здоровье, Степана Мирьяновича. Да ну вас и бог. Благодарствуйте. Здрасте. Здрасте. Полу Ивановича нет? Нет. А Елены Николаевны? Её тоже нет. А вас это удивляет. А? Андрей Митрофанович, пожалуйста, присаживайтесь. Вася, садись. Ксюша, ухаживай. Ксюша, да вам. Лимончик, пожалуйста. Противоцинготная. Андрей Митрофанович, я так полагаю, что самое противоцинготное... Спирт. Ага. Садись. Согласен. Вася. Давай. Гляди, гляди, гляди. Оооо. Это персональная. А-а-а-а. Вот так. А-а-а-а. Все грустный. Король воздуха. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Угнетён он, Степан Емельянович. Приказ его угнетает. Прошу внимания. Замечено мной, что при исполнении служебных обязанностей радист Кучумов ЕП позволяет тебе беседовать по радио на всевозможные не идущие к делу темы. Объявляю ЕП Кучумову выговор и строго предупреждаю. Что повторное нарушение дисциплины повлечёт за собой более суровое наказание. Не пьюсь. Ну это приказ Ибол. Ты человек. Кто тебе приказать может? Король воздуха. Такую неблагодарную власть тебе ишь над всеми. Можешь такое на весь мир сказать. Можешь вообще всех без голоса оставить. Вот он твой приказ. Ага. СМЕХ СМЕХ Чего? СМЕХ 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 А к сдержанам замерзла, устала, проголодалась. Елена Николаевна, чайку горяченького, да? Да, спасибо, Фиша. Саем душу не согреешь, Елена Николаевна? Ну, это у вас, Степана Емельяновича, душа промерзлая. Ее иначе как спирт не прогреешь. А я ей чайку могу, только пойду переоделась. Нам. Работает она, бедняжка, много. Спортильная надо. Диксон. Узнаю старые пластинки. Да. Культурный центр Диксон. Бывали, на Диксоне строили. СМЕХ Верно? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уничтожили Арктику. Совсем уничтожили Арктику. Арктика, боже ты мой. Бывала Арктика, ну, охотники, старатели, купцы, ученые. А теперь что же? Водолазы, механики, трактористы, радисты. Большевики. Что? Ничего. Я ведь не об этом. А ты кто такой? Чего ты встреваешь? Ты откуда взялся? А я ничего. Такой же, как ты. Бродяка. Такой. Да ты. Ты вот что. Ты нам в Раствоне лезь, слышь ты. Ты гляди. Соня, что делать? Соня, а тогда бывает пора. На текстоле. Стрелли. Соня, 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 соня. Соня, 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 соня. Соня, 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 соня. Соня, соня, соня. Что нравится? Хорошо, вот да. Где она? А? А? А. А. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна, а я сегодня открытие сделала. Какой же Леночка? Я вдруг открыла, что наш остров очень-очень красивый. Я вдруг представила, что здесь будут гореть огни, много огней и готовый порт. Честное слово, красивый будет порт. А начальник? Казаков! Вы еще дома и не одеты? Что случилось? Я не понимаю вас, друзья мои. Что случилось? Да вы же солнце прозеваете. Да сегодня солнечный день впервые на несколько недолгих минут посетит нас. А я знаю чудесный холм, с которого... Казаков, Казаков! Одеваться, одеваться, одеваться! Обрадовались! Одеваться! Я готова. Медвежонок вы мой милый. Казаков. А, понял, волчонок. Друзья мои, солнце, товарищ, точно, оно ждать не будет. А начальники, небось, говорили? У кого что болит. А вы знаете, как я на него? Как на добавочную трудность, не более. Когда-нибудь, когда порт уже будет построен, я скажу себе, может быть, кому-нибудь еще. У нас был тяжелый грунт, тяжелый море, тяжелый начальник, но мы все-таки построили порт. Вы мужественный парень, Леночка. Я вот при свидетелях говорю, если когда-нибудь, ну, понятно, невзначай, сделаю вам предложение, вы мне, пожалуйста, откажите. Я неподходящий для вас муж. Ну, разумеется, я откажу вам. Ну, вот и вечной ночи конец. Ну, пошли. Ольга Васильевна, плюньте на туалет. Кому вам его показывать? Маржан? Вася, Вася, мы не опоздаем. Я готова. Ольга Васильевна, вы ослепительный солнце. Сколько месяцев не видели солнца? Я как увижу, краешек умру. Ха-ха-ха. По поводу чего сбор? Иван Иванович, сегодня солнце появится. Да? А пойдемте с нами солнце встречать. Вы что, не видите, что начальнику неудобно идти с нами? Это нарушает регламент и субординацию. Евгений Петрович, идемте с нами солнце встречать. Оставьте меня в покое, пожалуйста. Ну, это невежливое по отношению и ко мне, и по отношению к солнцу. Ну, пошли. Пошли. Прогласили на вашу руку. Елена Николаевна. Я не люблю вас. И чьей любви даже вашей не ищу. Я не люблю людей вашего сорта. Я считаю, что они не имеют права жить на земле. Они как суховей. Вы бы нам сегодня солнце затмели, радость нашу высушили. А у нас так мало радости на этой зимовке. Возможно, вы правы, возможно, но зачем дерзить? Я же вдвое старше вас. Извините. Я буду сдерживаться. Благодарю вас. КОНЕЦ 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 Что там? А, это ты, Сёмка. Что это у тебя? Лиса! Да, красавица сам поймал тебе. Не надо, зачем она лисит? Не обижай, иначе. Не надо, не надо, зачем? Что я с ней делать буду? Жене отвезёшь. У меня нет жены. Дочки? Дочки нет. Смотри, какая пушистая. Красавица сам поймал. А где люди-то все? Пошли солнце встречать. А, а вы что же? Да я не пошёл. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Не уходи, Сёмка. Садись, будем чай пить. Ты начальник... Добрый, хороший человек, я понимаю. Я тебе ещё лису поймаю. Не надо, я не люблю лисиц. Помнишь, у меня гонорейка была? Помню. Сдохла. Скучала, скучала и сдохла. Благодарствую. Хорошо тут у вас. Тепло, уютно, по-людски. Соскучился, да? Ну что, хорошо без Карпухина? Хорошо. Только разговаривать не с кем. Раньше бывало хоть ругались. Я теперь с собаками разговариваю. Что, понимают? Собака, она всё понимает. Сказать не может. Ты откуда родом? Мы Шадринский. А я, брат, севастополец. Всю жизнь на морях порты строил. Ты, наверное, и порты хорошего не видел. Мы Шадринский. Замечательная эта вещь, порт. Особенно, если своими руками построил. Для моряка порты это как родина, как очаг домашний. Я тебя, начальник, спросить хотел. Да. Тут надо, и с человеками у меня проезжал. Ночевал. Да, так вот, сказывал, будто учёные наши. Удобрение такое удумали, что, мол, теперь и в тундре хлеб можно сеять. А? Не знаю, не слыхал. Хорошо бы. Земли-то тут, боже ты мой. Поднять бы её. Спахать да засеять. Только, думаю, врал человек. Земля-то тут все насквозь мёрзлая. А земли много. Да, мёрзлая земля. Мёрзлая земля. Свои обычные. И люди чужие мне, люди непонятные. Да что люди. Люди обыкновенные, как везде, добрые. В тот раз меня шоколадом почивали. Я популярности не ищу. Мне нужно, чтобы люди работали. Работали, слушали меня. Что, может, я не прав? Начальник, ты не взыщи, я тебе не советчик. Не советчик я... Мы обязаны построить этот порт. Обязаны. Как думаешь, построим? Я, может, не то скажу, чего... Начальник, ты не взыщи. Человека его приласкать надо. Да, человек, он ласку любит. Ты его приласкай, он для тебя что хочешь. Гору свороть. Ты думаешь? Вот ты меня ободрил, от Карпухина ослабонил. Я же для тебя... Я для тебя что хочешь? Куда хочешь за тобой? Низкий тебе поклон за это. Что это? Солнце салютует. Солнце! А я и не увидел. Большой земли поздравляю вас с появлением солнца. Большая земля помнит, любит и гордится вами, строителями и творцами Советской Арктики. И желает вам новых побед, здоровья и счастья. Большая земля contrasts. Большая земля помнит, любит и гордится вами, monsters. Большая земля помнит, любит и гордится вами, строительми и творцами. Вотсовет вам белит política. Прiemand это Kirby на моём номе! Продолжение следует... 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 Ой, это же происходит, да? Даже смотреть страшно. Как же это он может так поступать? Это он нарочно, нарочно, чтобы всех нас унизить. Я хоть чайку ему приготовлю, ведь он совсем застыл сердечно. Господи, ну каждый день у нас какое-нибудь происшествие, с ума можно свойти. Я хирург, у меня рука твердая, мужская, а у меня нервы. Не выдерживают. Ну ладно, ладно. Женщина, я баба, но я ему покажу, как людей оскорблять. Кучумов, у вас есть брезентовый плащ? Что? Ну плащ брезентовый у вас есть? Есть. Ну одевайтесь, берите, берите по гор, берите лом, идемте, Кучумов. Я ему покажу, как людей оскорблять. Я тоже 7 минут приду. Вот погрейся маленько и пойду спектакль насматривать. Сидите. Сидите. Пойдите. 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 Не ожидал от вас. А что вы от нас не ожидали? Вы все думаете, что вы только один порт строите? Вас у одного душа болит. А у нас только руки, а души нет. Спасибо. Через час опять начнет заносить маню. Через полчаса моя бригада снова выйдет на работу. Вы будете разговаривать с людьми? А чего мне с ними говорить? Они меня знают. Вы бы с ними поговорили. Все, что я им хотел сказать, я сказал. И от них от себя я требую только одного исполнения долга. Все время требовать да требовать. Иногда и попросить надо. Меня никто не просит. Меня требуют. Сорок метров причала в срок. Иначе снимут голову. Я решил отстранить грохот от обязанности бригадира. Перевести в плотники. Слышите, товарищ Харитонов? Вам с горы виднее. Возвращались нахрен. Давай, ребята, ходи. Максимович, выслуживаешься святее Господа Богу хочешь быть? Давай веселее. Садись, ребят. Садись, родники. Ну чего там, амурёк-то, Ксюша? Садись, ха-ха-ха-ха-ха. Чё? Мы языком запись. Слева выкушите, ребята. Любишь её? А кто ж её проклятую ненавидит? Тебе нальют, Пётр Максимович? Ну да, тебе ж начальство нальёт. Емельянович, начальство ей было. Ещё пускай слышат. Он бы пришёл, сказал, но я бы повёл народ на Майну. Меня ж люди любят, меня слушают. Верно говорю, ребята? Возвращение, в вагоне прорубь. Начальник. Начальник не тот, у кого якоря на рукавах. Кого народ любит. Я вольный человек. Нет надо мной власти. Ни партейный, ни церковный никакой. Тебя, Степан, сегодня начальник из бригадиров уволил. Немыслимые слова, говоришь, Хедор Максимович. И в плотники перевел. Степан. 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 Ксюша, а что случилось? Давай, Кучумов в майну провалился, Саша. Давай, сели. Ну отчего, сейчас. Давай, скорей. Тихонько, тише, тише, тише. Ну, побыстрей. Тихо, тихо. Так, так, так. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Так, так. Ну, больно же. Ну, больно же, ну, не надо. Добрый, красивый. Ну-ка, давай, милый. Давай, милый. Порядок. Зачем мы всё это сделали? Что я сделал? Весь этот балаган. Через полчаса оно снова занесёт льдом. Один. Через полчаса я снова пойду. Один. Если понадобится, один. Я думала, вы сильнее. И не я одна. Все верили. Вы сила. Вас не любили, даже ненавидели. Но боялись и работали. А теперь? Кто вы теперь? Какой отвратительный спектакль вы устроили. Баба! Если бы я мог, я бы один без вас всех подстроил бы этот порт. Каждый гвоздь вбил, каждое бревно обтесалось 40 метров причала к навигации. Поймите, здесь не только торговые суда проходить будут. Поймите это! Поймите! Мы... Мы виниться пришли. Убирайтесь отсюда, грохот здесь нет. Это не балаган. Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Убирайтесь отсюда! Судить! 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 Дружба есть, Стефан. Дороги у нас с тобой общей больше нету. 30 лет бродяжничали, везде-то мы с тобой побывали, только нигде не прилепились. Если меня засудят завтра, я застрелю его, как собаку. Так и знаю. Может, и себе потом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спится? Да разве и уснешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня сейчас Степан был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неладно, у нас как-то все получается. Жалко вам его? Дружбы жалко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не по-людски у нас все как-то получается. Только бы знать, что осудим мы Степана, и все переменится. Начальник не переменится. Это точно. Дальше, когда пришли к нему, кается, думал, что прорвет, не выдержит каменный душа. А нет. Ведь нам что от него нужно? Слово ласковое, больше ничего. Большое это искусство сказать ласковые слова человеку. Я вот тоже не умею ласковые слова говорить. Вон еще один полношник идет. Извините, не спится. Закройте шторы казаков, пусть будет ночь. Извольте. Я хочу к начальнику пойти, а с Степаней поговорить. Ну и вообще. Попробуйте. Попробуйте в самом деле, авось. А я попробую. Можно же с ним это, по душам поговорить. Можно? Шагайте. Ничего не спите, товарищ Харитонов. Так вот и вам тоже не спится, товарищ начальник. Надо спать. Надо силы беречь. Завтра у нас тяжелый день. Ряжь будем спускать в воду. Спокойной ночи. Разговор по душам не получился. Откройте шторы казаков, пусть будет день. Извольте. Вон там, когда... Когда-нибудь будет порт. Будет. Будет. Ну да, вы философ, Леночка. Я не философ, я инженер-гидролог. Я хочу порт строить. Оказывается, без психологии и философии порт не выстроить. Черт знает что. Это ведь порт строят люди, а человек не совершенен. Почему? Почему не совершенен? Ну знаете, разное воспитание, разный характер. У одного он хороший, а у другого дурной. Дурной характер? Не понимаю. По-моему, это просто не чиста плотность души. Это из Шопенгавера? Не знаю, может быть, это я сама придумала. Я сейчас очень много думаю, казаков, что главное в жизни. Карьера, ерунда. Чистолюбие, не знаю, не испытала. Дружба. Но вот дружили два человека, 30 лет дружили и разошлись. Из-за чего? Из-за порта. Ну значит, главное в жизни порт? Да. Правильно. Для меня порт. Для другого, не знаю, дом, верфь, завод, дети, сад. Разве не для этого живет человек? Не для творчества? А бессмертие в чем оно? Разве не в том, что человек сделал и оставил на земле? Ну, а любовь? Любовь? А кого любить? Ну, меня, например. За что? Ну, знаете, разве об этом спрашивают? Это Лена чувствует. Неправда. Нельзя любить ни за что. Я, по крайней мере, не умею. И не смогла бы полюбить слабого и жалкого человека. Я могу его только пожалеть. Нет, жалости, пожалуйста, не надо. Тот, кого я полюблю, должен быть лучше меня, сильнее меня. Словом, вам нужен идеал. А таких среди смертных не бывает, Леночка. И правда. Должны быть. Ну, а меня вы так совсем? Да, не люблю. И зачем вам моя любовь? Вас же все любят. А это плохо? Не знаю. Вы хороший парень, Казаков. И характер у вас хороший. Вы хороши для всех. И значит, не хороши для вас. Я не люблю обтекаемые формы. А я люблю вас, Лена. Как люблю. Да нет, нет, вы не бойтесь. Я сейчас уйду, уйду. Буду бродить по острову и думать над вашими словами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не надо. Что, не надо? Не надо застегиваться. Не надо лезть опять в свою бронированную скорлупу. Не спится? Да не спится. Устали? Устал. Значит, и вам бывает тяжко? Бывает. Глаза устали. Ну что, ненавидят меня? Да, не любят. А вы разве нас любите? Будут они судить грохот, и вот его они любят. Вы так думаете? Не понимаю я. Ну что вам порт? Вам сказали строить, вот вы и строите. А сказали поломать, вы бы ломали? Да, ломал бы, если б знал зачем. А вот вы строите, не знаете зачем. Так-таки и не знаю. Нет, не знаете. Что для вас Арктика? Это романтика, авантюра. Ну, научный подвиг, допускай. А мне нужно, чтобы порт был построен вовремя. Странный человек. Непонятно. Скажите, ну а как же там, на большой земле, как же вы там-то жили и работали с людьми? Там другие люди были. А мы здесь что же, люди второго сорта? Почему второго сорта? Ну, я бы предпочел работать со своими людьми. Но ничего, ничего, скоро приедут. Я вызвал кое-кого. А что же эти ваши первосортные люди? Они любили вас? Не знаю, я не спрашивал. Что ж так? У нас времени не было, мы работали. Ну, вы их помните, вспоминаете? Помню. Ну, и кто из них вам особенно дорог? Не надо меня допрашивать. Нет, вы скажите, скажите. Ну, многих вспоминаю, многих. Например, был такой Старченко, Игнат Андреевич, монтажник. Хороший человек? Отличный работник. Пожилой? Нет. Хотя да, за 50 ему было. Семейный? Сыновья у него были. А сыновья у него что же, плавали или учились? По-моему, один был военный моряк. А ваш Старченко жил одиноко, со старухой, с сыновьями? Не знаю. Этого я не знаю. Нет. Вас и на большой земле не любили. Да, возможно, не любили. Но работали. Очень хорошо работали. Они меня понимали, я их понимал. Бог вас знает. Может быть, и я не поняла вас. Я таких людей тоже не люблю. Романтическая Арктика, да? Вот это вот колоритные люди. Выдумали бы все это. Мне нужны работящие, деловые люди. И Арктика, пусть обыкновенная, но удобная для работы, для жилья. Удобная. Ну что, мы возьмем эту Арктику в руки и круглый год будем летать без вашей специфики. Я уже вижу этот порт. В мечтах? Почему в мечтах? На чертежах. И что же это красиво? Это очень красиво. Причалы, целая линия причалов. У каждого причала корабли стоят. На рейде корабли. Ледоколы, лесовозы, фрегаты, флаги. Смолой пахнет. Запахом человеческого труда. Норвежцы в мехах, англичане с трубками. Американцы, голландцы. Ну и наших, конечно, очень много. Вот. А на берегу город. Знаете что? А давайте разбудим сейчас всех рабочих, строителей. Вы принесете чертежи и расскажете о порте. Да только так, как вы мне сейчас рассказывали. Это чепуха всё это. Нет. Хорошо. Давайте не сегодня, давайте завтра. И вы расскажете. Они же будут смеяться. Нет, никто не будет смеяться. Будут смеяться. Нет. Ну а если будут, засмеетесь и вы. Смеяться-то вы умеете? Нет, не умею. Неправда, должны уметь. Ну, смеетесь. Ну, смеетесь. Перестаньте, ну что? Ну, улыбнитесь. Широко, вовесь свой рот. Ну, я прошу вас, ну, смеете ж. Чудовище. Камень. Грунт 13 класса. Не дадим обиду нашу Степану. Слышь, Фёдор, я им про Марью Ивановну рассказать ещё хочу. Что ты, Степан? Прочь. Сладкая была баба, Марья Степан, но бестолковая. Не скажу про её дурного, отрабатывала она это золото, честно. Честно. Мы ей на глаза показаться боялись, шуткали. Цельный медный самовар ей за любовь чистили. Хороший самовар был, Баташовский. Степан, Степан, ну, брось ты шутки шутить. Ты перед судом стоишь. Перед судом товарищей. Тебя тут по совести будут судить. Вот и ответ держи по совести. А не хочешь виниться, так так и скажи людям. Да я ж цельный час уж каюсь, что залил в тот день не сто граммов чистого, как полагается, а четыреста. Где взял тот спирт, сказать не могу. Не мой секрет, дела сердечные. Ну, как вам не стыдно? Ну, что вы говорите, Степан Емельянович? Фёдор, Фёдор, ты дамочку суди. Она всему первопричина. Балаган, опять балаган. Не ожидал я от тебя, Степан. Ты ведь что сделал? Ты топор до начальника поднял и не каешься. Вот в этом каюсь, Грешин. Вот то-то. Грешин в том, что замахнулся. Ежели замахнется человек, надо бить. А я замахнулся и не ударил. Чем, признаюсь я, всенародно виноват? Да он просто издевается над нами. А я тебя не за топор сужу. Я тебя за причалы буду судить. Ты нам стройку срывал. Э, нет. Да бросьте. Этого пускай народ скажет. При мне, когда я начальником был, народ доволен был. Верно говорю, ребята. О чём говоришь? Да как моя воля, а не то, что 40 метров. Я половину причалов отгрокал. Верно говорю, ребята. Верно говорю, ребята. Ты половину поддержку ищешь, Степан. У пьянчужин поддержку ищет. Ты а ну честных людей спроси. Вот сидят перед тобой. Ты у мастеров спроси. Что ж ты на меня-то как на мёртвого валишь? Ты поаккуратней. Я ещё пока живой. Пристрастием судишь, Фёдор. Так не годится. Отвод судового. Пусть чай другого судью назначат. По справедливости надеть. Бросьте себе, клоуна, Степан. Я тебе как другу скажу. Ты дружбы-то не касайся. Вот она, твоя дружба. Всем видна. Нет, я тебе как другу скажу. Может, я сейчас самого себя здесь сужу. Я тебе как другу говорю в последний раз, Степан, одумайся. 53 года ты прожил на земле. Как дальше ты жить будешь? Ты душу-то из меня не мотай. Ты взялся судить, так суди. Только люди не позволят тебе надо мной распроучинить. Люди моё добро помнят. И начальство пускай постережётся. Я ещё не покойник, живу. А ты за людей не кричай. Люди сами скажут. А ты нам рот не затыкай, не затыкай. Прекратите этот балаган, Фёдор Максимович. Товарищи, други, мастера, что же вы-то молчите? Обижают меня? Мы своё слово скажем. Вот народ я уважаю. Вот народ меня пускай и судит. Народу я худого не сделал. Начальство пускай, а народу я худого не сделал. Ты за народ не говори. Люди сами скажут. Ну так что, будем судить, граждане. Перекур надо, другой час. Потом покурите. Потом. Да бочком-то я не запасся. Благодарствую, ребят, благодарствую. Я вот Ивана Терентьевича. Иван Терентьевич, у тебя табачок-то позлее будет. Да, злой у меня табак. Это все знают. Чего только в него кладёшь. Злость свою и кладу. Судимый угощаешь, Иван Терентьевич. Курей, курей. Курей. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, теперь говори ты, Савоська, Кругляк. Да я что, я как люди. Да нет, нет, ты говори. Говори. Я как люди. Миру виднее. Мир, он умнее. Меня дурака. Так, теперь ты, Шролка. Я, мы. Ну, нам теперь говорить не приходится. Верно, Грохот. Зря столько спирта стравил людям. Говори, Андрей Митрофанович. Ну, что сказать надо. Трудной была та зима, что мы прожили, не дай бог. Ну, а кто виноват? Ну, кто? Зима, ночь, пурга, метель. Эвопарации. Не так страшна метель в Арктике, как склока. А вот это ты, Степан. Ты склоку затеял. Принцип свой поставил выше дела. Ну, еще и на начальника топор поднял. И вот поэтому осуждаю я тебя, Степан Емельянович. По советской своей совести осуждаю. В политотдел сообщить надо. Не печатали человека. Так. Ну, кто еще сказать хочет? Все сказали. Все. В остатний раз спрашиваю тебя, Степан Емельянов, грохот. Желаешь ли ты поминиться и просить у народа снисхождения? Ли Сиполяну вспомни, Степан. Я все сказал. Ну, я не знаю, что народ скажет. Не знаю, что начальник решит. А по моей совести нет для тебя другого приговора, Степан, как судить тебя по закону зимовки. А что это за закон? А это старый закон. Который человек не умеет жить с людьми по-людски, какой человек подлежит выселению из зимовки, куда хочет. Тундра большая. Не умел жить с людьми, живи со зверьем полярным. Это правильный закон. Это смертный приговор. А мы тут не шутки шутим. Что же такое, братцы? Сегодня, значит, Степана судим, завтра еще кого, меня. А куда деваться-то? И так на краю света стоим. Ну так как, граждане? Подтверждаем этот приговор? На том приговоре все согласны? А нет, братцы. Я такого закона не знаю. Есть один закон, и он советский. Пусть его на большую землю везут, и там судят. Нет. Пусть начальник решает. Ну так как, граждане? Пусть начальник решает. Ну что ж, крохоты мы осудили, тут и спора нет. Все на этом? Суд закончен? Нет, не все. Теперь давайте судить. Ну меня, что ли, давайте судить. Вот это да. Я инженер-коммунист Казаков Павел Иванович. Обвиняю себя в том, что не сумел сплотить коллектив. Пытался всех успокоить и утешить тогда, когда надо было больше работать. Был просто хорошим парнем, когда надо было быть железным. И еще во многом я обвиняю себя, а вы теперь судите как хотите. Все на этом? Нет, не все. Теперь я буду обвинять вас, товарищ начальник. Перед юридическим законом, нет и за вами вины. Государственная комиссия будет, она приедет сюда, вас ни в чем не упрекнет, будьте покойны. Но здесь суд зимовки. И вот перед этим судом я обвиняю вас. Я обвиняю вас в том, что вы не поверили нам. А человеку надо верить, тогда он будет человек, а не зверь. И еще я обвиняю вас в том, что вы не полюбили нас. Нас, своих товарищей. А человека надо любить. Потому что без любви нельзя творить прекрасное на земле. Я знаю, мы не понравились вам. Ну что ж, какие есть свел случаи нас здесь всех на краю земли. Разные, хорошие и плохие. Товарищи. Обыкновенные, товарищ начальник. Товарищи. 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 Киев, Севастополь, Каунас и другие. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...